I have ways of blowing things up. Ничего особо важного вы не упустили, мы просто пришли сюда днём, чтобы купить вот этот замечательный домик, вот, немножечко обустроить его, и чтобы здесь было уютно и хорошо жить, всё-таки свой дом в центральном городе, это всегда хорошо. А также тут рядом школа, а это значит, что мы сможем сейчас немножечко помочь им с учебниками. Здравствуйте. Нашли для нас что-нибудь почитать? Тут есть кающийся алхимик. Но вряд ли это подходящее чтение для детей. Это да. А я всё-таки отдам эту книгу, пусть дети знают, что это такое. Думаю, вреда не будет. Двадцать пять лет держал я трактир, но без греха не обходится мир. Днём горожанам я эль наливал, а ночью жена их водила в подвал. Но скоро они пожалеют об этом. Отравленный эль призовёт их к ответу. Тот, кто хоть раз ложился к жене, отведав его, попадёт к сатане. Тогда станет ясно, коли живой, к любимой моей не ходил он домой. Спасибо тебе, Билли. Думаю, на сегодня хватит. Какая занимательная история. Ну, реально, вреда не будет, да. Принесли сегодня книги, герой. Что это? Да, но... Может быть, когда они станут немного постарше? Методика Порки. Так почему постарше? Методика Порки, это же как раз для детей. Ну, если вы думаете, что это разумно... Конечно. Откроем книгу и узнаем о себе много нового. Похоже, наш герой уже хорошо изучил эту книгу. Похоже, этому герою не помешает больше практике. Однако, может быть, он покажет нам что-нибудь простенькое. Камон! Ого! Всё, герой, пожалуй, хватит. Я подразумевал. И на этом мы определённо закончим наш урок. Когда вырасту, стану, как он. Здравствуйте. Нашли для нас что-нибудь почитать? Он невероятен. О, это же путь героя. Я в детстве в него играл. Но для классного чтения не под... Принесли сегодня книгу? Вы только посмотрите. Книга приключений Джека Стивенсона. Оставьте её себе, герой. Она может дорого стоить. Здравствуйте. Нашли для... Вы только посмотрите. Ага. Ну, хорошо. Эта книга дорогая. Он не хочет её брать, потому что... Говорит, что нам она пригодится больше. Хм. Хорошо. Будь так любезен. Вот какие стражи. Будь так любезен. Пожалуйста. Доброго дня вам. Эй. Гильдия героев гильдии. Да. Не такой уж ты и злобный урод. Ну, да. Хорошая книжка. А наверху чё? Чё, чё, чё? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пятьдесят золотых. Ну, мы же не зря дели сет тёмного мага. Мы сейчас будем делать тёмные вещи. Ну, по крайней мере, грабить людей. Ну, так, по минималкам. Хорошо. Ага, тут у нас трактир. Или как там трактир? Короче, там. Так, тумбочки. Я иду к вам. Ну, и под горшок. У нас есть уже такое. Сто золотых. Нет. О. Пирог. Просто пирог украли. Мечи, топоры. Элька, вечные зелья силы. А это, которые нам это, да? Ну-ка. Вещи, зелья. Ага, да. Это экспо нам на силу даст. Хорошо, это я удачно зашёл. Прикольно. Путём получения немножечко плохой кармы мы можем получить некоторые полезные вещи. Но помни, закон не нарушать. Ну, а это можно украсть, если нас никто не видит. У нас тут ясно видят 23 человека. Да. Мечи, топоры, щиты, доспи. Так, тут у нас и таверна. А тут что? А-а-а. Привет. Привет-привет, чувак. У тебя тоже можно вещи тырить, да? Например, вот эти сапоги. Нет, он подходит, чтобы посмотреть. Я думаю, их можно будет просто беспрепятственно украсть. Ну, хорошо, нет, так нет. А балкон? А балкон ничего? Или я тут уже был и всё взял? Или где? Или как? А он за мной ходит. Что мы хотели, сэр? Что мы хотели? Ничего мы не хотели. Мы... Я не буду тебе ничего забирать. Ниди нафиг. Так, а тут что? Вот и хорошо. Да, вот и неплохо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А тут балкона вообще нет. Техника пускания ветра. О, это надо отнести в школу. Это же святое чтение. Блин, там уже закрыта школа, наверное, да? Ну, как-то обучить детей пускать ветер. Особенно на уроке. Так, хорошо. Кстати, у нас в клубке где-то, где-то тут у нас должен был быть парикмахер. Немало, немного. Ну, давайте-ка заглянем. Ничего, открыты? Открыты. Привет. Привет. Приобрести. Где у нас там бакенбарды? Вот они. Хочу бакенбарды. Спасибо. Вряд ли тебе захочется надолго задержаться в ведьмином лесу. Вряд ли. Ну, а вдруг? А у тебя на балкончике ничего нет? Ничего. Пирожок я у тебя возьму. Лавки закрываются. Повторой. Так аж... Что я могу сделать? Лавки... Да уйди же ты! Стоять! Ай, 150 золотых. На, забери. Так, лавки закрылись. Пойдемте на... Папапам. Бакенбарды-то мы себе отрастили. Пойдемте поговорим с мужичком. Он же просел у нас прическу под горшок и бакенбарды. Это все, что мы сделали. Давайте... Давайте, давайте. Здравствуйте. Хорошая борода. Да, согласен. Очень похоже на то, что нужно. Но у вас нет ушов. Разве я не говорил, какие нравятся? Купеческий усы. Торопитесь. А как будете готовы, приходите ко мне. Вы меня легко найдете. Мастер. Так, хорошо. Мужичек над нами явно издевается. Говорит, сделай прическу, сделай бакенбарды. Ай, ты забыл усы, пойди сделай усы. Кстати, можно... Раз у нас тут свой дом. Кто говорил, курица не умеет летать. Хорошо. Мы можем пойти поспать. Лапки закрылись. Мы можем просто пойти поспать. Кто нам запрещает спать в своей же кровати, правильно? Правда, хочу воспользоваться этой кроватью. Да, хочу. Это моя кровать. Хочу ей воспользоваться. Все. Не трогайте меня. А что так мало времени прошло? Вот утро. Вот отлично. Так, там, вообще, должен сказать, лапки открываются. Где у нас парикмахер? Надеюсь, все хорошо, сэр. Да, все отлично. Ой, да ладно. Ты должна быть и есть в расщуп. А если... Теречка назвала, все покажет, что ты приглянулись. Смекаешь? Раздавать подарки. Используя разные приятные жесты. Чем основразнее, тем лучше. Грамотно выстроить отношения. Могут закончиться. Мало ли, чем могут закончиться, верно? Ну, верно, да. Вот так вот. А вот если вот так? Видимо, и лучше. Да, хочу усы. Где у нас там усы? Нет, это не то. Купеческие усы. Да, вот такие хочу. Вряд ли тебе захочется надолго задержаться в ведьмином лесу. Его зовут Клащ. Хорошо. Пойдем. Ну, что ты на это скажешь? У вас хороший вкус, по части усов и ворот. Но, честно говоря, мне глубоко наплевать, как вы выглядите. И моей дочери тоже. У меня ведь нет дочери. Я просто люблю подшутить над героями. Вы себя в зеркале видали? Смехотища ведь. Однако вы меня развеселили, что достойно вознаграждения. А теперь ступайте и побрейтесь. А теперь ступайте и побрейтесь, да. Вот так вот заканчивается этот квест. Ну, в общем, да. Ну, что, бакенбарды, усы, все как надо. О, учитель опять пришел. Слушайте, мы что-нибудь на несколько книг подобрали. Давайте еще подойдем. У нас сегодня такая немножечко социальная работа будет. Будем обучать новое поколение. Так. Ну-ка, ну-ка. У вас есть что нам подарить, герой? Скормовые зубы? Это же гильдия геморроев. Я думал, ваша гильдия сожгла все экземпляры и авторы вместе с ними. Да, давай. Думаю, вреда не будет. Журнал кровоноса юного геморроя. День четырнадцатый. На этой неделе мы упражнялись в скрытности, играя в прятки. Звездец сказал, что умение убегать и прятаться от врагов важно для любого геморроя. Сам-то он настоящий мастер. Мы целый день убили, пока отыскали, куда он телепортировался. Случайно услышали крики и нашли его застрявшим в дупле дерева в лесу Академии. Он был зол на нас за то, что мы его так долго искали, а потом решил проверить наше умение прятаться. Наверное, мы отличные ученики. Ведь мы сидим в лесу уже второй день, а он нас до сих пор не нашел. Да, и не поспоришь. Надеюсь, скоро увидимся. Так, детишки, посторонись. У вас есть что нам? Ух ты! Книга Пускающего Ветра. Одному Аве известно, что будет. Давайте, да. Ну, если вы думаете, что это разумно. Это книга. Сегодня мы будем читать книгу Пускающего Ветра. Возможно, герой, одаривший нас симфолиантом, продемонстрирует что-нибудь из подчеркнутого им. Да, да, именно. Что ж, весьма поучительно. Однако... Боже мой! Какой кошмар! А тут сейчас было прям неплохо. Шит! Прошу, следите за языком. Здесь дети. О, боги! Кажется, я допустил ошибку. Он невероятный. Здравствуйте. Полагаю, книга, ты не такой уж злобный урод, когда-нибудь может пригодиться. Хотя надеюсь, что детям ее советы не будут нужны. Да. Ну, хорошо. Попробую. Сегодня мы познакомимся с книгой Ты не такой уж злобный урод. Похоже, наш герой уже хорошо изучил эту книгу. Но, может, кто-нибудь из вас знает, как стать привлекательнее? Приодеться! Согласен. Человека встречают по одежке. И если вы приметесь разгуливать по городу в черной коже или кольчуге, вас могут испугаться. Кто еще знает? Раздеться. Фу! Ну, тогда вы будете выглядеть скорее глупо, чем страшно. Кроме того, сомневаюсь, что голые мужчины вселяют уверенность. Давайте посмотрим, что сказано об этом в книге. Надеюсь, скоро увидимся. Ой, какой большой! Так. У вас есть штанов? Вы только посмотрите. Да, все. Эти книги, которые у нас уже были. То есть, все равно, очень даже неплохо обучили детей. Да. Так, у нас еще последний раз заклинил к торговцу. Если ему есть, что нам предложить. Причем к торговцу оружием я не пойду. Мне нужно торговать зельями. Так, 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 так. Это было вот он здесь. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. А, у тебя тупо вещи. У тебя нету зелий, да? У тебя есть, конечно, еда. И 54 яблочных пирога, конечно, тоже мне пойдут. А, кстати, знаете что? Говорят, на яблочном дворе. Что-то может происходить сейчас. Или не идти туда. Или пойти, или в другой раз. У меня сейчас есть одна идея. Давайте на холмово поле сходим. И попробуем открыть вот эту дверь. У нас есть 54 пирога. А дверь хочет увидеть отожравшегося героя. Давайте сложим 1 плюс 1. Сделаем вот, наверное, вот так. Имущество, вещи, еда. И пироги 58 штук. Вот сюда вот их переместим, чтобы нам удобнее было их хавать. Пойдем поговорим с дверью, не считает ли она до сих пор подходящей. Ну, на всякий случай. Нормально, разговариваем с демоном в дверью. Ну, что бы и нет. О, нет еще двоих пирогов. Все, я тебя понял. Смотри, что делаем. Ага, наконец-то. Вот это телеса. Такие мне нравятся. Говорят, в каждом толстяке сидит худышка и хочет наружу. Да, говорят. А на самом деле снаружи каждого худышку подсчитает толстяк. Войди же, о весомый гость. Ах, как мудро сказано. Хорошо, это сработало. Еще одну дверь мы открыли. Пойдем посмотрим, что нас ждет. Так, 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 так. Опять, это музыка. Класс. Так, тут рыбачить ничего не надо. А, кстати, как там огонь горит на воде, мне интересно. Ну, хорошо. А вот и сундучок. Что же он себе таит? Эликсир колдовства. Что замечательно. Так, это не тот, который, а тот, который. Да, ну-ка. Зелья. Зелья увеличивает твои способности аккумулировать весьма ценится среди магов. Да, его можно просто выпить. И он просто добавит нам манну. Хорошо. Это было неплохо. Не такие большие усилия, а при этом вознаграждение довольно хорошее. Так. Осталось только сбросить где-то эти 20 пирогов, которые мы только что наели. Но это по мелочи. Хорошо. Куда нам теперь? На ведьмин портал, видимо. Видимо. Пойдем. Там у нас еще есть зерка, которая хочет видеть, как растет боевой множитель. Но только я и не знаю, как это будет сделать. Надо будет подумать. Говорят, где-то в медленном лесу есть меч, который может взять лишь настоящий герой. Хорошо. Проверим эти слухи. В медленном лесу есть храм, якобы наделяющий духовными силами пилигримов. Но учки. Бывают и ложные боги. Бывают. И сразу же нам тут предлагают порыбачить. Рыбка большая, маленькая. Желательно ключик. Есть. Усети мы оставим. Смотрите, как они классно смотрятся. Рыбка. Ну, хорошо. Я все-таки ожидал, что будет ключик, но пусть будет рыбка. Хорошо. И так. А, вот и дождь пошел. Спасибо. Спасибо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, да. Старый знакомый. Я, блин, не люблю этих ребят. Блин, я же в состоянии Берсерка. Зачем ты ко мне наносишь урон? Ой, что за человек. Будем опять пироги жрать. Что поделать? Ай, это было неприятно. Да ладно, чувак. Ты же сейчас ничего не должен делать. Ну-ка. Ай, блин, последний прилетел. Нет. Блин, хорошо хоть они одноразовые. Они не спаунятся после... О, сапфир. О, неплохо. Фу. Превращайся обратно. А, это гильдия этих, да. Да. Я уже такую книжечку приносил. Кстати, еще один портал. Да. Пока что забытый и не тронутый, но... В будущем они пригодятся. Эти вот тролли, конечно, могут знатно потроллить. Ладно, ведьми на камне. Нам, в общем-то, сюда. Сюда, нам сюда. Здесь нам опять предлагают порыбачить. Почему бы нет? Брызги такие застрявшие. Ага. Ага. В прошлой серии не сказали, на, забирай любую рыбку. А в этой серии не говорят, не, чувак, ты нифига не получишь. Ну ладно. Ага. А, серебряный ключ. То, что надо. Вот. Я распахнусь лишь перед тем, кому известно мое имя. Если тебе оно известно, коснись волшебных ты камней. Лишь одному известно имя. Но ты его ройдешь кедбали, хоть даже спросишь в храме Ало. Знаешь имя, в правильном порядке, коснись ко мне и будет тебе счастье. Короче. Так будет попроще немножко. Псидиановый молот, а у нас секира. А там молот. Ну-ка. Оружие. Холодное оружие. Булава. Молот. А молот, кстати, плюс 15 будет нам давать. А давайте, почему бы нет. Будем с такой балалайкой ходить. Камни. Х. И. С. Х. Т. И. С. Х. Т. С. И. ХИТС. Догоговался, как меня зовут. Умник. Ну заходи. То, что нужно было сделать с этими камнями, ударить их. ХИТС, это как раз и есть удары. Ну, на английском это вполне логично. Те, кто проходили игру на русском, наверное, были немножко в замешательстве. Так. Разыскал меня просто замечательно. Если ты меня нашёл, значит, и они могут. Зря я взялся за изучение мест Средоточие. Хотя откуда мне было знать, что Джеки ми тоже интересуется? Да-да, Джек из тени. Послушай, объяснять мне некогда. Если хочешь, прочитай мой дневник. Мне он больше не нужен. А я с твоего позволения пойду. Тут мне теперь небезопасно, благодаря тебе. Да, пожалуйста, вообще-то ты мне не нужен был. За тебя-то Мейз переживал все дела, ну ладно. Значит, археолог жив? Хе-хе, это хорошо. Благодаря тебе он будет в безопасности. Ты должен вернуться в гильдию. Тебя ждет важное задание. Похоже, что в Note Hall Glade неприятности. Так, а 15-то ключиков у меня и нету. Ну ладно. Кольчужина что-нибудь? Ой, я сам смешал. Зайди в гильдию за заданием. О-о-о, а тут неплохо, кстати, наложили всякое. Зимнее воскрешение. Ммм. Ну хорошо. Пойдем сходим в гильдию. Что нам предложат. Кстати, секундочку, ребят. Нет, воножа нам не надо. Чащобный портал. Ну-ка, на одну минутку. Давайте зайдем кое-что глянем. Сейчас середина ночи. Ну ладно, пока мы дойдем, возможно, уже и получше станет. Угу, угу, угу. Нормально так. О! Ваншотим. Неплохо. Стоял себе такой чувачок, ничего не ожидал. И тут прилетела. Тарабанька такая. Ну-ка, тебя тоже ваншотнет. О, это немножко покрепче этих на два удара хватает. Да сам в шоке. Так, хорошо. Семь, нет, еще рано. Чащобные ущелья. Ущобные чащелья. Ну ладно. Так. Здесь нам... Куда? Давайте посмотрим. На. Так, а тут великое зло? Договор! Да. Тут ворота, которые требуют от нас свершить великое зло. Хорошо. Но не хорошо. Но, по крайней мере, не сейчас. Сейчас нам тут свершать нечего. Так, тут когда-то жили разбойники 300 лет назад. Такая всех не повывели. Так. Большой каньон. Чащобное озеро. Да, по-моему, мы недалеко сейчас. Хорошо. А эти как-то покрепче, что ли? Серьезно. А эти прям такие жестенькие, да, типа? Нет, ну этот одноразовый. Порежу я, ребят. Так, стоп, ребятки. Имущество. Вещезелье. Применить имущество, вещи, зелья. Применим. Получим 18 тысяч экспек. Почему бы нет? Так, а ты у нас чем торгуешь? Ой, там этот. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэм. Вещи. А, тут кто в подарки и видание. Спасибо. Какие-то странные шутки. Интересно. А, все? Угу. Этот побыстрее сдулся. Это хорошо. Нам с ним возиться как-то не с руки как-то будет, так что. Чащу. О, вот здесь у нас как-то, да? Да. А сколько времени? А время ближе к утру. Тоже хорошо. О, вот здесь у нас как-то будет, так что-то будет, так что-то будет. Так, это куда вход? Стоп, это рыбачья гавань, да? Нам не сюда. Ага. Нормальный такой. Взял наперед, ударил. вот яблочный двор но разве не сюда по мою сюда сейчас посмотрим яблочный двор все-таки надо было бы дождаться утра посмотрим есть одно местечко вот вот это вот же предупреждал это тяжелый отрезок жизни дам нам поговорить нужно с фермерами как-то сделать при этом не потратив три года ребят я сюда за другим пришел ладно фиг с вами пойдем в гильдии посмотрим за одно чем нас по xp может начать качнуть сможем это было бы неплохо прямо может даже 2 берсерка почему бы нет надо посмотреть что сколько будет стоить следующий уровень наши массовой магии так ну-ка магия боевые заклинки гнев преисподней шестьдесят шесть тысяч вы офигели немножко ладно давайте тогда физические берсерк да мы еще 2 берсерка приобретем нам нужно будет еще даже немножко осталось вообще хорошо и магическая сила сколько будет стоить шесть а давайте тоже неплохо так и мы можем немного силу вкачнуться например вот сюда 13 тысяч думаете насколько там новый уровень силы стоит 24000 а нам не хватает 5000 мы можем подавайте мощь вот так вот как раз почти все это сольем а сюда оставим 10 тысяч хорошо вот так вот примером распределим делим белый оборотень принять чем-то из белого оборотня наводящий да 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 у меня все так и сделаю конечно знаешь чем ну ка ну ка ну ка ну ка я тут удивилась такие уютные кровать ой тут люди спят нормально все это тоже все койки заняты нафигеть утро на улице народ просыпайтесь сказки ой отлично тут книжки новые мы сможем опять потом отнести почитать послушать какие-нибудь поучительную историю ладно 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 да это а тут книжечка есть пока нет а вот здесь да есть на тут нету и давайте еще наверное к торговцу наведаемся зельдится бы нам бы купить по зелье это очень важная штука он не похож на курочек а ты чего верен вы найдете что-то себе по душе вещей зелье 96 штук зелье магии все зелье здоровья все благодарю а зелье воскрешение почему не могу купить у тебя самого нету но хорошо прям неплохо так закупились на четыре штуки она того стоило поехали наверное ведьмин портал да нам нужно потом белый оборотень а тут так уже куча всяких оборотней давайте мы вас поджарим всех сразу о как удачно получилось смотри были оборотни да нет оборотней больше повырелись все как таракашки хорошо это на них работает так мы их можем маншотнуть вот уже не зря качали магия это круто а вы тут что делаете тут оборотни вообще-то ходят что такое спойки крепки какие ребята попали спектрику майки и дать уж они не задаваться надо быть еще значит ноги прокачать насколько следующий будет забирать наверное по 40 что ли если сейчас или сейчас на забирать надо будет посмотреть еще раз так скучное дежурство никаких событий никого нигде даже щенка хоба и то нет скучную тяжелку смотрите нет ли разбойников увидите сообщите вообще-то пожалуйста спасите мою жену и поймал оборотень но вон убить и спасали он хочет он кажется расстроить хотите идите за ним только осторожно хотя и пойдем они меня заставили зале воскресенье подходит подвижен Вот так. Он такой, ну как же? Сейчас мы у них по 20 забираем. Хорошо. Да, отчаливай уже. Нормально такой налетел. Фигаси. Что за терминатор, блин? Держи. А, у него последний удар оставался. Ну хорошо. Оно того стоило. Ладно. Разобрались. По 20 мы сейчас у них забираем каждый хит. То есть, ну, например, можно посмотреть, в какой-нибудь жизни. О, перчатки кольчужные. Тоже хорошо. Угу. Пойдем. Храм Аво. А, ну это как раз и есть тот самый храм, да, про какого мы говорили. У нас есть храм Скорма и храм Аво. Сразимся полного по имя добра. Не, чувак, не сразимся, спасибо. Ну, ничего не раскрешено. Добро пожаловать в храм света. Здесь моя паства превозносит меня. Желаешь ли ты восславить меня? В обмен на жертвы дарую я благословение пастве. Здесь можно пожертвовать денежку. Как, в общем-то, и в любом храме. Сразимся бок о бок во имя добра. Не, чувак, не сразимся. А вот здесь вот, если вот сюда вот подняться, вот, здесь есть меч тот самый, который может выпустить только истинный герой. На самом деле, тут нужно просто быть посильнее. Поэтому сейчас мы пробовать не будем. Все равно не получится. Вот, но обязательно вернемся за этим мечом, когда у нас все будет прокачано в достаточной степени. Ту-ту-ту. О, торговец. Серьезно, здесь? Все, тофу. Рад к встрече. Зелия моя. О, это горгулья. А тут можно покопать, кстати. Не зря же на красном светится. Серебряный ключик. Сколько у нас уже серебряных ключей? Вот что мне интересно. У нас так, 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 вещи. Прочее. Это здесь? Одиннадцать. Одиннадцать. Еще четыре надо где-то взять. И все будет кучком. Четыре ключика. Где нельзя четыре ключика? Тут порабачить не где нельзя. Вон можно. Пламя, модификатор. Неплохо. Рыбка. Давайте не рыбку, давайте ключик. Да ладно. Давай, вытягивай. Есть. Давай ключ. Прекрасно выглядит. Серк колдовства. Хорошо. Зелье. Увеличит ее способность аккумулировать. Да, немножко подняли. Синие грибочки. Немного не те, которые нам нужны. Ладно. Так, уж и быть. Учитывая, что магии используемся много. Все колдовства нам очень даже подойдет. Ну, как много этих баннеров, баннеров. Типа, да. Ладно. Note whole glade. Ммм. Ммм. Там оборотень. Хе-хе-хе. А тут сундук. А там оборотень. Выбор же очевиден. Изумруд. В сундучке. Ну, тоже норм. Типа, да. Да. А вот так? Ой, это что вы такие китаетесь-то все? Все равно же по щам сейчас получишь. Так. Пирожочком все это... О, еще и третий. Откуда у вас тут столько, ребят? Минус. Ох, к тебе прилетит сейчас чувак. Ну, нормально так. Отбили. Пожалуй, сейчас тебя можно впустить. Только входи скорее. Вдруг там еще оборотни. Оборотни. Чтоб им пусто было. Сколько лет я тут вождем не видал такого. Мы бы, может, исправились. Да вожак у них появился. Белый оборотень. Заходит в деревню и убивает кого захочет. Ну, а я что-то слышал. Тварь, похоже, напала на склад возле вон того холма. Ну, пойдем. Отсидячим тварь. Слишком уж толстая у этого зверя шкура. Раньше жил в Нотхолу Глэйд великий охотник. Погиб в бою с последним белым оборотнем. Жена его до сих пор живет в одном из тех домов на холме. Если кто и знает, как эту тварь ранить, так это она. Спасибо за подсказку. Пойдем проверим. Что, разве не здесь на холме? Это же вроде холм. Молоточком обсидианы вам не нравится. Молоточком обсидианы вам не нравится. Проклятая тварь тебя поджидала? И откуда ей знать, куда мы идем? Он ведь опять приходил, да? Я не желаю ему смерти, но все зашло слишком далеко. Что за чушь ты несет женщина? Белый оборотень. Белый оборотень. Белый оборотень. Это мой муж. Бывший. Оборотень успел его укусить, и он постепенно превратился в того, на кого столько лет охотился. Какое-то время он еще мог держать себя в руках. Но теперь от него прежнего ничего не осталось. Это сигнальный рог. Они снова напали. Мой муж ходил на белого оборотня с серебряным оружием. Возьми. Избавь его от страданий. Хорошо. Модификатор серебра получили. Давайте. Так. Модификатор серебра. Давайте вставлять имущество оружия, холодное оружие. Модификаторы. У нас два можно. Аргентум. Молния. А, воспринимающие аргентум. К серебру. Оборотни в нежитии. Давай. Давайте вот этот. Еще модификатор пламени, потому что у нас их три. Хорошо. Давайте накинем люлей этому чувачку. Нет, мы накинем люлей тому чувачку, а не он нам, понимаете? Десять раз теперь подумает, прежде чем на нас нападать. Ха-ха. Он удирает. Мы его можем ранить. Мы можем его убить. Да, может. Говорят, он живет у ведьминого озера. Принеси мне его шкуру, и я тебя награжу. Хорошо, договорились. Так, я сначала вот этот сундучок открою, если ты не запротив. Он же лучей. И какие-то баночки весят от прически. Тысяча золота. Просто так халявные тысячи золота, почему бы и нет. А тут просто лесопилка. Ну, кстати, есть демонская дверь. Демонская дверь. Если ты ранишь ликвой селою, А посильнее. Да, силушки нам не хватает, богатырская. Ладно, учтем это. Силушки нам не хватает. Не, а на самом деле, аргентовый наполнитель для молота это круто, но у нас же есть еще и магия. Магии никто не отменял, все твари боятся магии. Хы-хы. Ну да. Ну, цепь-цепь-цепь, иди сюда. Ау. Как все плохо. Ау. да ладно ну попадаю же есть четырянство в деле иди сюда будем тут сражаться сина мелкая иди сюда а самому слабо давай сразу всех сюда давайте сюда ну чё вы трапаете чуть что сразу то ну все сдулся ваш обороте стоп я съел все пироги вот это я красавчик давайте вот тут хорошая мысль давайте обращаться со мной лучше ну чтож неплохо дерг вот это еще надо открыть а так в принципе неплохо давайте сдадим квест наверное ты вернулся причем живым мы слышали страшный вой и боялись худшего но как видно ты одолел зверя да я думаю такой герой как ты достоин сражаться на арене вас должно быть когда вернешься в гильдию тебя будет ждать приглашение да и кстати насчет гильдии оттуда пришло письмо это от твоей сестры письмо таразы династия надеюсь новости хорошие да пока вы здесь соблюдайте за зайди в гильдию за задание зайди в заданию за гильдием кура щуп кур что ли щупы да ты чё думал уже и кур пощупать нельзя а а драться будем ребят не время поговоришь шефа одежь шеф я не против давай сюда шефа где он вот они все бегут во 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 давайте это же 4 4 ступень боксерского поединка давайте я тут всех от меня чу сейчас давай в бубен а где шеф где я тоже хочу вас отфигарить ну все за люди ладно надо будет сюда вернуться обязательно потому что тут есть ребята которые дерутся это классно бард спасибо партнер на мысли еще разочек зайдем так копать ничего кстати не надо нет нет о дом продается за 9000 наверное не прямо сейчас хотя все равно надо будет покупать здесь все дома нам это будет полезно вот тут сундучок кольчужные сапожки наверное какой-то тут престарелый герой живет может быть на можете не пристаре хуй про оборотни интересно ну в общем ребятки дан вот так вот сходу мы ворвались в над холлэйт спасибо чёрки тоже когда он рядом да неплохо главный забьяка так и не пришел по пришел я вождь поселка not холлэйт и лучший его боец в только лучшие воины могут войти такие как ты скажи удостоюсь ли я чести намять тебе бака хочешь поучаствовать в жестокой схватке плати 50 монет подавайте получает горшок золото пропустишь слишком много ударов или вылетишь из круга проиграл герой ты может и могучий но тут все дело в умении пускай удары легонький счет ведь на очки ведется ну хочешь подраться хочу приготовились начинать ну что ж вот он за кругом иди отсюда да да нельзя чё он выходит иди отсюда следующие котлеты смешно будешь смеяться за кругом стоит он я то с удовольствием он удирает так уже выруби оно ну ну уже да я то с удовольствием вон утирает покоめ за круг выходить нельзя то допустим не вылетает за круг ломлю это ты офигел вот он там провалялся за кругом уже 10 часов да короче на тебе ведущий в бубен как ты попал мне хотя бы один раз то вообще офигеть зачем тебе было в меня попадать а тебе было зачем попадать нафиг тебя попал в него два раза вообще офигел чего а почему не трех ударный иди отсюда а сколько вас будет весь поселок перебить надо прикиньте такое вам говорят вон ты сейчас пойдешь на кулаках сражаться с чуваком который так что убил белого оборотка так вот нормально идут еще один на вылет давайте вождя сюда значит мой черед вот спасибо я тебе тоже сейчас по бубну настучу два раза вписали за круг выходить нельзя 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 блин а у меня таки отмудохать может блин сколько у тебя жизни чувак да 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 я знаю иди сюда бессмертный ну же у вас опять дождь пошел блин каждый раз по 20 давайте магии поджарю слышу еще два раза воню еще два раза воню еще раз блин сколько у тебя жизни чувак я тебе уже минут десять тут пинаю ну блин ну ну че тысячи жизни дали о наконец-то это случилось у меня победить не всякий может вот твой приз ты его заслужил какой покажите приз бойцовского клуба вот это сейчас было прям недостаточно прославился чтобы овладеть жестом кровожадный рев мы тоже обязательно попробуем ребят на этом пока что все как видите мы сегодня много кому надавали люлей увидели новую территорию теперь мы как к юзак стоим под дождем но нам абсолютно пофиг поэтому приходите к нам на следующую серию будет еще круче еще интереснее на сегодня все здоровье удачи всего наилучшего вам всем пакета удачи а удачи 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 Продолжение следует...